Достучаться до жильцов и рассказать им о том, как обезопасить свою семью. С наступлением отопительного сезона теперь эта миссия номер один для чиновников, чесников и газовиков. Жильцам необходимо разъяснить правила пользования газовыми и водонагревательными котлами. Обходить приходится каждую квартиру, и участники рейда радуются, когда им открывают дверь. Ведь это значит, что их услышали, и чья-то жизнь будет спасена. «Очень много нарушений. Многие жители переустановили газовые и водонагревательные котлы. В ходе рейда мы обращаем внимание владельцев на выполнение правил технического обслуживания и на соблюдение правил безопасности». По данным городского управления ЧАЭС, в прошлом году от угарного газа погибли 9 человек. В этом году за 10 месяцев 5 пострадавших. Из них 3 человека погибли. Статистика снижается. Все потому, что население теперь объясняет, как обезопасить себя. «Помимо автономного отопления, было установлено газовые котлы, где есть риск возникновения угарного газа, то есть в случае отравления. Каждому жильцу мы объясняем эффективность работы газосигнализаторов, какие меры надо будет соблюдать». В Инбекшинском районе централизованной системе отопления подключены 528 многоэтажных домов. За последние 15 лет 7% перешли на автономное отопление. Поэтому акиматовцы не исключают риск отравления газом при нарушениях использования газовых и водонагревательных котлов. «Многие еще ставят и газовые колонки, там, где не положено, допустим, там, где не предусмотрено проекты. Это микрорайон Север, допустим, микрорайон Восток. Рейды делаем сейчас усиленно. Почему? Потому что отопительный сезон. Все включено. Чтобы не было несчастных случаев, у нас каждую неделю вместе с ЧАЭСом, с полицией и газовиками мы обходим по микрорайонам, особенно те микрорайоны, где горячая вода. Соответственно, многие, когда горячей воды не было, ставили газовые колонки из-за этого иногда с полными нарушениями. Поэтому рейды эти ежемедневные». «Лучше предупредить», считает главный коммунальщик района. И поэтому рейдовые мероприятия по разъяснению правил безопасности и пользования газовыми хозяйствами продолжатся.